Давайте затестируем сухой минеральный консилер от бренда Crystal Minerals. Я люблю все эти необычные штучки. Он еще и очень эстетично выглядит, тут достаточно большой объем. Давайте затестируем вместе. Тут все закрыто такой пеленочкой, чтобы ничего нигде не высыпалось. И пошло, поехало! Ох, потом можно закрывать, я так понимаю, вот это вот штуковины. Вот так вот повернуть и закрыть, чтобы не высыпалось изнутри. С длинными ногтями тяжело. Я возьму синтетическую кисть и буду набирать вот отсюда и переносить на лицо. Редко мы с такими штуками сталкиваемся, но сейчас будем тестировать. У меня в оттеночке, по-моему, ЦН1, светлый, нейтральный. Там несколько оттенков различных. Давайте скорее наносить, но сначала подпишись, чтобы не пропустить новые полезные обзоры. У меня кожа была подувлажнена. Для удобства можно еще вот так вот высыпать в крышечку. Чуть-чуть растираю. Я на верхний век сразу тоже нанесу, потому что у меня очень сильная какая-то краснота, отечность. Я, наверное, буду наносить так по всему лицу и пробую поднаслоить. Вполировывается, слегка корректирует общий оттенок. Смотрите, все очень легко. Я решила полностью какие-то вещи заполировать консилером. И сюда. Ой, чуть-чуть переборщила. Тоже лучше не переборщивать. И вот таким вот образом. Достаточно все легко, достаточно все быстро, достаточно все незаметно. И достаточно все матово. Для жирной кожи на лето, мне кажется, идеально. Я еще хочу все-таки чуть-чуть тут поднаслоить, посмотреть, насколько все-таки можно это все дело уплотнять. И вот посмотрите, цвет все-таки выравнивается, значительно выравнивается. Выглядит, честно сказать, прям симпатично. Я еще на носик добавлю. Прям видна разница. Красноту убирает, да? И неровный цвет лица корректирует. Можно даже взять кисточку побольше. Вот такая вот, например, кабуки. И работать как тоном этим консилером. Полировывая. Вроде даже наслаивается чуть-чуть покрытие. Тут переборщить опасно тем, что если вы нанесете прям много в какую-то зону, в этой зоне может подчеркнуться просто сухость. Как бы с любым продуктом так будет. Нужно аккуратненько, потихонечку, лучше наслаивать. Это тот консилер, который не будет скатываться. И вот так это все выглядит. Нанесла на одну сторону, вот на эту. Просто, чтобы вы сравнили покрытие и сравнили эффект. Я думаю, что разница очевидна. Разница видна. Тут выровненный тон. Значительно выровненный. Да, это не супер плотное покрытие. Но это такое покрытие на каждый день. Плюс это вообще не ощущается. То есть летом, мне кажется, это идеальная тема. Мне прям нравится внешний вид. Вы сравните просто. Начну наносить на вторую сторону. На самом деле максимально легкий продукт в использовании. Потому что все, что вам надо, это искусственная кисть. Просто вы наносите. Он сам сцепливается с вашей кожей. Он сам втушевывается. Можно еще там прикупить кисть кабуки. Если вам нужно как-то пошире это все дело растушевать. Никаких проблем не возникает. Блин, по-моему, вообще просто супер смотрится. Естественно, натурально свежо. При этом матово. Но при этом без какого-либо эффекта маски. Нет слишком плотного покрытия. Общая цветокоррекция сделана. Особенно если жарко. Но вам все равно хочется выглядеть нормально. Это, мне кажется, идеальный вариант. Вблизи вообще вот как будто на вас ничего нет. Но при этом у вас кожа гораздо лучше выглядит. Гораздо более ровно выглядит, чем без. Значительно свежее образ. Можно даже этот консилер наносить на все лицо. И потом просто добавить сухих румяшек, сухого хайлайтера. Теперь давайте посмотрим, как все это дело будет носить и держаться в течение дня. Ну что, уже почти 11 часов вечера. И что я хочу сказать по поводу ношения этого консилера. У меня на лице только он. Никакой пудры, консилера, тона, дополнительно ничего не было. И я добавила еще чуть-чуть коррекции. Он, конечно, пропускает жирный блеск. Не матовый. Он, в принципе, этого не обещает. Я его на все лицо нанесла чисто ради эксперимента. Под глазками, в принципе, все симпатично. Слегка подчеркивается текстура. Выглядит примерно так же, как сразу после нанесения. Мне нравится. То есть, да, это там не какое-то сильно плотное покрытие. Да, это не на глухоматовое покрытие. Я говорю ему, да, я буду им пользоваться на лето, на жару. Мне кажется, это очень комфортно, очень хорошо, потому что вообще кажется, что на коже ничего нет. Вот серьезно. Кажется, что кожа полностью свободная от какого-либо средства. Как будто бы у вас сама кожа такая вот более выровненная, более выглаженная. Пользоваться буду. Средства интересные. Буду тестировать дальше. Кстати, под глазками, смотрите, все такое матовое, все такое ровненькое. То есть, да, это изначально консилер. Конечно, изначально стоит оценивать его по области под глазами. В общем-то, пишите, как вам эта штучка, кто пробовал такие сухие минеральные консилеры. Как вам впечатление?